Апрель 1966 года. Сегодня в Караганде расположено крупнейшее в республике Центрально-Казахстанское геологическое управление. Здесь трудятся более 9 тысяч разведчиков-нетр. Ежегодно на территории Центрального Казахстана бурится около 1 миллиона метров скважин. Только за минувшую семилетку коллективом управления открыто и разведано более 170 месторождений металлических полезных ископаемых, угля, строительных материалов и подземных вод. А за эти успехи коллектив управления награжден красным знаменем Совета министров Казахской ССР. Центрально-Казахстанское геологическое управление было создано в 1949 году на базе Карагандинской геолого-разведочной экспедиции. За последующие годы в Сары-Арке была создана богатейшая минерально-сырьевая база, не имеющая аналогов в мире по богатству и разнообразию видов полезных ископаемых. Благодаря открытиям геологов на карте республики появились такие города, как Караганда, Экибасту, Стемирта, Ужасказган, Балхаш и другие крупные центры горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. За всеми этими достижениями стоял уникальный коллектив высококвалифицированных специалистов, геологов и геофизиков, геохимиков, гидрогеологов, буровиков, горняков. Первым начальником Карагандинского геологического управления был Цезар Маркович Фишман. Он приехал в Караганду из Днепропетровска. В экспедициях работали в основном молодые специалисты, выпускники разных вузов Советского Союза. Москвы, Ленинграда, Киева, Львова, Томска, Алматы, Саратова, Харькова, Свердловска. Сложился коллектив энтузиастов-единомышленников, стремившихся познать геологическое строение Центрального Казахстана. Работу этого коллектива направлял главный геолог управления Иван Владимирович Орлов. В середине 50-х по его инициативе была начата детальная геологическая съемка Карагандинского угольного бассейна. Я с Украины, с Волынской области учился, я во Львове. Это был 52-й год, сразу после войны. Вначале думал пойти в биологию или еще куда-то, а рядом была приемная комиссия геологов. Приемная комиссия, аспиранты. Ну, так образно рассказали, чем занимается геология и что делать. И я подал туда документы. Ну, к счастью, сразу же и поступил. В Казахстане прошли школы или начинали работать здесь ученые союза с мировым именем. Здесь Пейвер работал, который, скажем, впервые начал выделять глубинные разломы. Коптев Дворников, академик, здесь изучая интрузивные массивы, то есть люди, которые возникли из магматического раскала на определенной глубине. Люди были просто влюблены в свою специальность, отдавали все свое свободное время. И, конечно, среди них были замечательные. Это вот наш главный геолог Иван Вадимович Орлов почти 50 лет здесь отдал геологию. Геологи, лауреат государственной премии, заслуженный геолог, мемориальная доска установлена на его доме, где он раньше жил. Многие геологи получили государственные премии, ленинские премии. Ну, это я только назову только объекты, за которые это закоражал, которые разведывались, прежде всего, как рудная база для казахстанской магнитки, за открытие и решение проблемы свинца, потому что в то время был очень востребованный элемент. Получили ленинскую премию группу наших товарищей. Получили премию также государственную за жаремскую группу месторождений. Леопольд Федорович Думлер – очень талантливый геолог, целеустремленный, прекрасный шахматист. Он не только занимался вопросами производства, но и вел научную работу уже параллельно с производством. Здесь он защитил кандидатскую диссертацию, потом стал доктором наук. Преподавал в политехническом институте, был профессором там. В Казахстане уникальные месторождения наши карагандинские коксующиеся угли, единственные в Казахстане. Энергетические угли – это вот Экибастус, Майкубень и другие, которые снабжают не только электростанции Казахстана, но и вывозятся за рубеж. Уникальные месторождения Шубаркульс со своими углями уникальными, которые можно прежде всего использовать не как сырье топливное, а как специфический сырье для получения различных масел и прочее. В Казахстане находится крупнейшая база по боритам. Это чуть ли одно из крупнейших и в союзе месторождения, но и в мировых. Запасы минерального сырья в Карагандинской области по последним данным оцениваются в 1 трлн 235 млрд долларов США. И это лишь исследованного. Мы на первом месте в мире по запасам цвинца, цинка, борита и хромовых руд. Вторые – по серебру, урану и марганцу. Третьи – по меди, седьмые – по нефти и восьмые – по золоту. Нам повезло родиться и жить в стране, владеющей несметными сокровищами. Остается лишь пожелать мудрости тем, кто ими распоряжается, чтобы все это делалось с умом и по справедливости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...